приветствую всех зрителей подписчиков канала также гостей пришедших для просмотра данного ролика банишерс продолжаем играть в темном лесу проходим дополнительные задания немного неправильно я играл как оказывается то есть ну смотри точнее дела присутствии надо чтобы они были раскрыты полностью ну игра этого не объясняет и поэтому ну идешь по сюжету как бы думаешь вроде тут все 3 открыл все ништяк ну видишь не так это работает поэтому пришлось вернуться в темный лес но в принципе я не жалею здесь здесь интерес так давай тогда мы сразу посмотрим карту и посмотрим куда мы пойдем как на пойдем по новому вот здесь какое-то у нас дом задания вами смотрим его это то которое сейчас уже отслеживается но видишь я пока еще не знаю что это потому что я сюда не ходил но она какой-то которая вот скажем так либо вот это либо вот это а может быть даже вот это да и два у нас еще новых будет вот как вот так карту не посмотрел сразу так ну да собственно уходим прямо ну и далее по дороге здрасте здрасте хочу за контрол у меня здесь а ну все я плане после меня тут еще на другую кнопку это назначена на мышку что-то призрачная рядом я он мне говорит как control то есть он не видит что мне она мыши чем озвачена ну да не видит они видят не страшно или тут есть сенса у мышки ну-ка сп добавил бы чуть-чуть солнце чего раньше этого не сделал не знаю так так дергай не конечно получается но блин дать будет поинтереснее постараюсь сильно не дергать это у меня хоть несмотря на то что большой коробки крут как бы есть где разгуляться скажем так но не очень удобно вот так намного удобнее оклада забуду про сенсу не об этом играем в игру почему они меня наверх просят куда-то подняться кто доброго дня мистер макрей ваша светлость и тебе привет кривенс доброго дня мистер и бог вам тоже сэр так подожди она уходит да так вот это такие добрый день кейт хорошо что вы снова в деле рэд макрей чем могу помочь как ваша сестра она ушла когда я рассказала другим о ее поступках у нее не осталось выбора чему привело то что вы раскрыли людям правду правда всегда опасно в особенности для рассказчика но теперь она очищена гнили больше нет лошадь толстокожей больше нам не навредить как думаете вы с ней помиритесь не знаю она отправила наших друзей соседей на смерть хотелось бы думать что меня не постигла бы тоже участь но мы никогда этого не узнаем то есть она все-таки рассказала да нам пора помеседовать о деборе да пора как вы познакомились об этом я не расскажу я ценю этот миг больше всех прочих и словами его не описать скажу лишь одно пусть мне и больно думать об этом драгоценные минуты когда моя голова покоилась на груди до бары камень и останутся со мной на век что с ней случилось пеннингтон выдвинул против нее обвинения гнуснее некуда многих они обрадовали она была умна и свободно ценила правдивость в вопросах мое сердце и мы считали что знаком безбожья но я никогда не знал такого человека ее призрак появился когда мы одолелись зверя она не являлась вам с тех пор можно упасть и нет мое сердце не выдержало бы а это может случиться мне кажется она не хочет напугать вас и вряд ли больше потревожить она занята другим если вам придется изгонять добору не тяните не продлевайте ее страдания ради нее и меня похоже вы чем-то обеспокоит вас что-то тревожит да вы из-за услуги которые вы оказали эвелин это поступок был неводен в радость и все тяжело но я готов помочь возможно пор джеррика есть лекарства можете принести их нам если у местных есть излишки я так и поступлю больше дути ты быстро побежали до встречи охотницы надеюсь теперь когда вы возглавили лагерь дела пойдут гулять спасибо доброго пути так ну ну нам опять же говорят что нам надо ford джеррика но нет пока что нам туда ранова то главканале хиттан раз мы пойдем туда блин я вот сюда пущу сходи давай наверно сюда сгоняем и потом это пойдем задание возьмем новое я смотреть жилища джейн мы же можем сейчас это сделать где здесь жилища джейн и кто я да покажи товары нет товары мне не нужно товары мне не нужно лад дождя на 15 метров но она где-то вот здесь блин она вообще наверху вон там жилище ладно потом пойдем тогда этот откроем магических и вот эту фигню а у нас для нее все есть я надеюсь так ну и вернемся тут недалеко руда всякая фигня не пойду пока туда не хочу затягивать вот козел а а а и и и почему он промахивается как петру науком ничем вообще биться не может я когда он не говорит куда-то наверх это получается вокруг мне нужно будет обходить по всей видимости да блин вроде казалось еще и промазал это я к тому что надо было порубить чтобы это до конца добрать здоровичку свою вот как же меня бесит вот это вот непонятная полин так здесь я не могу зайти где мне заходить так и здесь не могу еще дальше где-то вокруг пещера на пещера мне не нужно блин ну чё я тебе могу сказать хреново все так куда ведет метка как вот здесь можно понять что ты блин не поднимешься вроде как бы не поднимешься тогда хорошо а как сюда попасть вот смотри как метка ведет по сути вот по идее вот я должен блин прийти сюда здесь я не поднимусь правильно ведь да здесь я смогу потом спуститься вот все начала она бегать туда-сюда и как вот мне по ней ориентироваться я не знаю стоит ли она того бегать тут вот так и терять время скриво чувствовала так что-то тут совсем рядом окна мы бежим дальше непонятно куда вот мы бежим по метке блин там снаряжение какое-то режим по метке дальше и нас метка это грёбаная крен пойми куда приводит какой-то дом который мы естественно да не можем обойтись здесь был сундук не про этот сон этот сундук я уже забрал да хочешь что-нибудь забрать полезное и интересное будь готов к тому что были на хрене ищи я в плане том что придется прям пострадать немножко я приказываю тебе уйти так ну давай смотреть рад чего мы сюда бежали ловец душ что он нам дает уничтожение врага антей дает очки изгнания дает очки изгнания да а мы сейчас что носим манифестации расходует на 50 процентов между точком духа антей получает больше урона ну я не буду нет не надо короче бежали заря ну ладно ладно чушь ой блин не туда ножа пойдем у вас брать вот в в в в в в будь наготове говорит но у нас уже почти 18 уровень блин нам сейчас по сути надо просто вернуться в деревню поселение да ты понимаешь дом тут наверху я же правильно понимаю вон он вопрос подожди или нет они там вот он здесь заметки джейн пэрис что-то скрывает надо заглянуть в книгу чё-то в его надежном сундуке ключ джейн не доверяют нанимать выше нам стоит заглянуть в книге сквайра а кто такая это джейн была о присутствии странствующие торговцы получается судя по всему в лавке сквайра синсера пэриса водился призрак торговец попросил рэда рассказать его разыскать его помощницу джейн которая недавно пропал торговец все я понял кто этот торговец я надеюсь ты тоже понял джейн 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 пища джейн 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 Письма. Пэрис. Говорят, в летней роще индейцев в лагере толстокожей водится дичь. Я также слышал, что ваша индейская охотница часто туда наведывается. Я бы тоже хотел это делать. На моей карте обозначена старая охотничья вышка, которая отлично мне подойдет. Буду признателен, если ваша краснокожая девчонка оставит меня в покое. Тедди Шепард. Шепард, если я хоть раз увижу или почую, что вы вторгнулись на мои охотничьи угодья, я выйду на тропу войны. Джейн. Она, вернее, она оберегает этот участок леса. Как ты оберегаешь одеяло холодной ночи? Так, откройте надежный сундук. Так у меня ключа нет. Тут нифига нету, да, никакого магического Или у меня есть ключ? Ну-ка, пойдем. Без ключа не откроем. Вряд ли его будет трудно найти. Да ладно. Ты серьезно? А я почему-то так не думаю. Ключей здесь нет. Здесь тоже закрыто. Слышал, что-то упало. Но упало куда-то вниз. Я бы не хранила здесь ключ. Может, и хранила бы. Так, письмо с диагнозом от доктора Айрентона. Айрентона. Парис мой дорогой друг, после многочисленных тщательных осмотров я вынужден открыть вам правду. Ваше здоровье неуклонно ухудшается. Боюсь, не ваши плавные путешествия подошли к концу. Вам нужно меньше работать и не перетруждаться. Нае ваше упорство я вынужден настаивать. Ради вашего же блага. Отложите все путешествия. А если не удастся, берегите себя. Не путешествуйте долго без отдыха и никогда не отправляйтесь в путь один. Если последуете моим советам, боль в груди и одышка могут ослабить. Если же нет, может начаться быстрое ухудшение. Особенно на почве разного рода беспокойства. Вам пора на отдых, друг мой. Вы его заслужили. Доктор Верчью Айртон. Королевский колледж врачей. Так, ладно, пойдем в сундук. Мы сейчас Париса будем открывать. Записи Сквайра. Свидетельство о договорном рабстве. По указу достопримечательного мэра Фиделя Марбери. К настоящему удостоверяется, что индийская рабыня по имени Джейн, будучи в состоянии зарабатывать себе на жизнь, передается в договорное рабство Сквайру Синсеру. Парису на 7 лет, после чего получит свобода. Свидетельство выдано в 12-й день декабря. Год 1060-90-й, от Рождества Христова. Парис выкупил Джейн из рабства. Лизина Нанил охранять его. Это было здорово. С его стороны. Книга учета Сквайра Париса. Куплено 24 бушеля кукурузы у пинакуков. 12 бушелей кукурузы у нее единой. Ну и, короче, тут 210 одеял, 210 одеял с пинакуком. Продано. Продано, продано, куплено, куплено. Ну, короче, книга учета. Парис торговал с пинакуками, племенем Джейн. Может, он решил, что из-за ее положения можно извлечь выгоду. Знает. Не будет таким циничным. Это моя работа. Нужно поговорить со Сквайром. Пойдем поговорим. Да. Наемники, называющие себя Калибри, истребили народ Джейн. Скорее всего, она ищет мести. А, ясно. Похоже, это вас не удивляет. А зачем, по-вашему, мы отправились в такую глушь, как не видят? Джейн знала, что Калибри здесь. Вы номерировались помочь ей отомстить? Я был бы рад, будь я моложе лет на 20. Эти люди, то, что пережила бедняжка Джейн... Возможно, она не хотела вас в это впутывать. Что еще вы можете рассказать? У Джейн был в лесу тайник с оружием. В пламенной рощи, как она называла это место. Думаю, это значит, что леса у деревьев там красная, как осенью. Оружие в лесу? Деревья с красной листвой? Ясно. Оставайтесь здесь, я пойду посмотрю. Конечно, спасибо. Нужно найти Джейн. Давайте попробуем эту фару. Нужно найти Джейн. Давай начнем с этой пламенной рощи. Так, сейчас, сейчас, сейчас пойдем. Блин, а далековато идти. Так, давай смотреть, куда нам надо. Эту метку нам надо убрать. Нам, нам, ну... Да, нам нужно найти охотничью вышку Джейн. Это нам вот сюда, аж где у нас... не раскрыта. Тарта. Но мы, я так понимаю, можем переместиться сюда. Только теперь давай смотреть, откуда нам это... нужно сделать. А нужно сделать нам это вот... вот сюда. Вот наш домик же, да? Она хочет перебить калибри. Неудивительно. Сенсир определенно ведет себя странно, и дело не только постоянных жалоб. Так, и нам, наверное, еще нужно будет отдохнуть. Да, у нас по бутылкам сейчас посмотрим, что. А, нет, мне надо. У нас 4 из 4, окей. Блин, как хорошо, что здесь есть перемещение. Иначе тут пришлось прям бегать и бегать. Так, ну я... Мне вот сюда как-то надо выйти. Правильно ведь? Погоди, я там, по-моему, вижу знак вопроса. Да-да-да, я вижу знак вопроса. Или не вижу. Вижу, вижу. А-а-а, сохраняемся. Иди сюда теней. Нужно уничтожить. Так, ну давай их прорезовем для этого. Где-где-где-где? Такой вселяться хотел. Так, ну давай их прорезовем для этого. Еще не все. Ну, блин, здесь, да. Здесь они, конечно, послабее меня будут. Вот, шла гнезда нам дали. Мне он нужен был для чего-то. Окей, отлично сработали. Так, там у нас... Ну, понятно, что там наш огонь. Пойдем. А-а-а-а. Начинается, да? И я был не готов. Эта горька. И написано от ушел. Ялвок от шта Sitting. Яблоко здесь. Яблоко или яблон 뛰ники. воду а могут люди не надо в друга хотя бы пару минут мы остались без работать еще немного я буду готов на это согласиться а я говорила должно было унести вниз по течению не 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 погоди куда пойдем мы мы идем вот сюда мы не идем вот сюда короче нам надо этот плющ убирать но нам надо на пор не найти так я вижу один я вижу 2 сколько их всего их три так ну тогда давай смотреть где 3 а вон он 3 ну как бы здесь-то и сложно так у меня заряжена успел 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 забыл самый простой этот корень который ближе всего находится я чуть-чуть было пламяная роща джей давай осмотримся вот это да это другое дело давай осмотримся потому что мы идем пока сюда не вижу ничего подозрительного туда я не пойду где у нас но вот сюда правильно ведь просто по пути взяли еще один квест нам нужно охотничья вышка но она понятное дело что она где-то наверху ходи и ложь так просто не пройти правильно ведь можешь я зря спустился нет вот вышка вижу вышку одессит она идти можно вот это дозорная вышка джейн так уже забыл ты где-то ты ты что ты 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 блин как он вот эту мощным ударом промахивается вообще капец просто он не попадает им совсем вот так намного интереснее дайте нам еще до туда вода тут еще какой-то знак вопроса он здесь или нет или он где-то далеко так идем сюда тоже сохраняемся на всякий что-то нашли где-то поблизости разгневанная тень лучше бы ее призвать теперь давай понимать какая это именно тени с бич или просто призыв проверим просто на тень пока ну да я так и подумал что это бич изначально ну решил что блин с бичом сейчас будет и а птица самая хреновая а блин заколебали валю так как ты промазал опять промазал посмотри чего он делает ей так ну вот теперь с одним попроще то будет так помалу снимает вроде в голову целью 48 всего это не сомневая это не сыграли это не сыграли а у а а у а Субтитры сделал DimaTorzok Ай-яй-яй Блин гребаные птицы Мимо Блин гребаные птицы Ох ты ключ от тайника Ключ на 1F Ну понятно Ладно Он же все равно мне скажет Где тайник Ну все пошли 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 На вышку Ты сможешь это убрать? Молодец Ты прям умничка Здесь спокойно Неудивительно, что она молчала в этом месте Убежище, где можно его горевать и строить хитрый план Я не хочу Я была бы не прочно побывать вместе с тобой Пойдем осматриваться Здесь можно услышать призрака Призрака Давай пока посмотрим Она художница И поэтому в войне опасна Она страдает в одиночку В точности как я когда-то Она убивается тем, что несет смерть Ты не такой Опа, 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 опа А как ты так не попал? Она же красным горит Отлично, осколок души есть Есть гад слышны и голоса призрака Что думаете, мои маленькие свинцовые друзья? Пойдем постреляем в лесу Те, кому повезет, отведают кровь и бледнолицых А кровь будет О да И когда мой народ будет отомщен Я наше бегу и черные сердца их убить с тем, что останется Мы пока даже не знаем, как она выглядит Время Джейн страдало от эпидемии ОСП Джейн хочет убить наемников Теперь можно и наверх Карта, что ли? Угу Какая-то карта Джейн заследила наемников на болотах Значит, туда она и отправилась Накровавленные кольца Несколько собранных Джейн накровавленных серебряных колец На которых выиграла реверный калибри Ну, это талисман, она, наверное, их собирает Сколько она уже убила? Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь, да? Да, восемь Кольца с калибри Джейн вершит свою месть И вряд ли остановится, пока не перебьет всех до последнего Джейн хочет отомстить и убить их всех Но не без помощи Сквайр Сенсора Я ее не виню Эта кровоправительная начала не она Почему бы я его не закончить? Пойдем осмотримся Поищите Джейн на болотах Нам явно не сюда А куда нам? А вот, нам вот сюда Вот тут опять крен поймешь, как сюда, блин, пробираться У нас есть Мы сюда не можем, да, перемещаться Остров Серый Ден Или можем мы сюда переместиться? Ну какая разница, можем, не можем Мы сейчас находимся там, откуда мы не можем Так, а я-то где? А я вот здесь Это нам пока не надо Давай-ка вот сюда попробуем А вдруг получится? Я просто, ну не помню, открывал Я там этот огонь не открывал Ну сейчас посмотрим Я думаю, до этого-то огня мы добежим Вот там точно надо наверх или нет Да, мы же спускались Да, туда вот этот мост Так, так, так Так, мы можем улучшить что-то Давай смотри А, кольцо, браслет Браслет Так, что у нас тут? У нас, короче, уничтожение врага Ударом кулака Уменьшает урон от следующей атаки врага на 90 Опять же, она им обоим уменьшает или нет? Увеличивает по-моему, получаем очки духа на 20 Но рот наносит меньше урон Это нам точно не надо А, после каждого удара попадания по врагу А, вот удар кулаком возрастает на 15 После каждого удара попадания этим ударом эффект суммируется Разброс при получении эффекта Допустим, если это нам улучшать Что нам сюда нужно? Нам нужен элитный самоцвет? Нифига, шла гнезда тоже, нифига Я не буду улучшать Он мне, по-моему, нужен будет там на что-то На костюм, может быть Ну-ка Да, шла гнезда, мне надо на костюм будет Я прям помню Так, поискать Джейн на болотах Сюда мы берем выделение Так, а почему мы здесь Ничего не сделали, интересно Ладно Блин, не нашли одну штуку Болбан, да Может быть, найдем Так Погнали вот сюда Блин, а тут какого-то фига Вообще все двери закрыты Я помню эти гребаные болота Тут ты хрен кого найдешь У нас нет уже такого, да А почему она горит призвать Ну да, у нас нету этого Блин Держи нам его искать На этих болотах Здесь есть призрак Джеймс, скорее всего А вон она, наверное На этих болотах мы Впервые встретились Помощницы, так сказать Ведьмы Я здесь могу спрыгнуть Да, могу, чтобы Мне там не обходить Вот, ну и искать, скажем так Здесь где-то Солдата Блин, успел все лица Блин, успел все лица Получили 17-й, нет? Вам здесь не рады О, полупризрачная нить По-моему, тоже была нужна Так, ружье Джеймс Старое ружье в пятнах крови Принадлежавшее Джеймс Привизи ее призрака Что ж ты, Джеймс? Мы встречались Вы странствующий изгнатель И теперь с вами дух Антея Эдуарда Я тоже изгнатель Джеймс, мы хотим помочь Мне не нужна ваша помощь По крайней мере, сейчас Я была так близка к цели Когда они напали Охота еще не закончилась Я еще не закончила Ваш хозяин, Скор Пэрис Попросил нас разыскать вас Он не мой хозяин Он мой друг Он волнуется за вас И похоже, он слаб Кто-то должен о нем позаботиться Кроме меня у него никого нет Я больше не могу его защищать Мы этого не хотели Но так получилось Он знает о вашем намерении отомстить Он тоже в этом участвует Так ведь? Он спас меня И был моим единственным другом Теперь я дух Время пролитой крови злодеев Не ляжет на Скор Пэрис Это хорошо Мы нашли ваши записи Вряд ли это чем-то поможет Но мы сожалеем о вашей потере Вы вторгаетесь в мою боль? Мы не хотели проявлять неуважение Нам нужно было знать Что ж, знайте Больше так делать не надо Что вас здесь держит? Люди из моего племени мертвы А калибри их убийцы живы Это их гнездо Это они вас убили? Ни один живой калибри Не смог бы меня убить Меня убил дух Оставший из земли Я была беспечна Кейт предупреждала Что эти земли прокляты Теперь я часть этого проклятия Мое тело лежит среди трупов Оно больше не может поднять ружье И отомстить за мой народ Ружье это привязь Я на охоте Если хотите помочь Следуйте за мной Видите? Что вам удалось узнать? Имена Французские, английские, испанские, греческие Эти люди забыли о своих родичах И отправились воевать за деньги Да эти мудаки Французы Итальянцы, херанцы Они все такие Бабки готовы на все Пойдем Иди Придется их убить Следуйте за Джейн До лагеря наемников Так, погоди Она-то, конечно, такая молодец Переместилась А я? Таааааа это я должна была бы лайк убить храбрые неопытные любители дурацких баев таких легко нанять у меня мурашки то что они сделали смерть не может их очистить от этой грязи наверх да я понял так погоди а здесь просто красная он еще одна а где же у нас тогда перцевина вон корни подожди сердцевина то где просто могу понять вот корень раз вот корень 2 перцевина где видишь она где-то там но отсюда я не попаду опять же сколько здесь корней надо узнать так здесь вот раз а мы в доме 2 но если я спрыгну я по моему как раз на него попадаю от меня заряжена заряжена значит еще где-то третий куда давай искать а а подожди нет этот я убираю оттуда этот я убираю тоже прям отсюда вот их раз два где третий мне нужен третий блин только не говорите мне что он где-нибудь здесь но не вижу ведь его корня нигде да блин это понятно ты бы лучше вот как-нибудь бы подсказывал а а что я понял заряжай да спустись ты посмотрите лагеря наемников ну короче просто забить да блин не успел не успел а 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 это объясняет брошенную добычу и на ком долг крови в этой жизни убит его имя долгой крови нескольких поколений жаль что нельзя заплатить дважды окно это она там я понимаю говорит диана блин где-то что-то спрятано нет там что-то есть интересно да как выложено попасть я кажется знаю сохранится нам дадут не дадут как будто на бумаге словами можно что-то исправить список товаров 1690 груза табак черный табака черный чай груз б орудия труда груз в больничное одеяло соблюдать осторожность но это просто дьявол нет совсем не нравится чего существа которые никогда не были людьми гордитесь тем что что ты знаешь дорогая ученица ведь знают и знание делает тебя той кто то есть и позволяет бросать вызов мира но не забывая пределах своих знаний не все можно отключить познать или починить короче читаем на паузе кому интересно не хочу это читать хотя тут провели смотрите ладьбот я осматриваю чё еще там отсюда мы пришли но мы вот в тот дом не ходили мы сюда не попали я что-то нашла молодец по как туда попасть нашла я говорю здесь вот вот эта локация она прям вообще такая запутанная полина на мне так и нравится если честно торговец принял наши условия у него хорошая репутация среди местных племен и он доставит груз к цели наши люди будут готовы на случай неприятности если все пройдет как задумано землю опустеют и мы заявим о своих притязаниях а потом продадим поселенцам губернатором или европейским королям мы разбогатеем вот как туда попасть подожди потому что как рука вот костер костер у нас этот открыт насколько я помню здесь мы же через него и собственно сюда пришли давай вот здесь веревку опустим так сиди-ка не вставай братан дневник франсиса бавержея какое решение было ошибкой уйти из лагеря на болотах или вернуться туда или эта история с пенакуками в 1690 году за нами кто-то охотится истребляет по одному когда мы обосновались в форте нас было много у нас были укрепления обзор всех подходов мы думали это нам поможет но мы ошибались я ошибался калибре уже не те что раньше добыча пропитания измотала нас вот а или что-то преследует нас в люди исчезают один за другим может все эти истории правда может на этих зловодных болотах прячутся ведьмы и призраки а к черту их мы славно повеселились пусть я умру но мне на них плевать бостон сентябрь 1690 баверже три дня назад до меня дошли вести о нападении ваших наемников три дня я не мог избавиться от отвращения не спал три ночи и наконец нашел себе силы выразить возмущение то что вы сделали переходят все границы настолько что оказывается на дне атлантики как вы могли зачем только лишь из-за ненависти вы хоть представляете насколько это резня повредит нашим отношениям с местными племенами конечно нет вы уже хуже зверья вас в голове навоз вместо мозга и вас волнует лишь сиюминутная выгода вы себя опозорили все кто участвовал в этой омерзительной дикости я расскажу об этом всем своим друзьям торговцам они не будут больше вести дела с вами сквайер сенсир пэрис и местные сквайра пэрис и баверже постой мой друг спорта знал наемников которые струбили мою племя видимо да видимо знал так нам куда-то в другое место что-то призрачное то вот здесь по моему у нас рядом что-то есть где же нам по моему было где-то вот здесь мне кажется или я там почувствовал мне тоже кажется вот она стрелы местные племена или то что от них осталось после вторжения как ну нам как-то вот куда-то наверх она показывает туда идти идет обратно в лагерь просто она сейчас исчезнет эта метка мы можем карту посмотреть на хотя бы приблизительно куда нам нужно а ни хрена не можем не а и и и и и просто они вот знаешь так где посмотрите лагерь найдем как вы скажите конкретно осмотрел я уже что мне еще здесь осмотреть вот бегаю осматривают блин красиво ништяк внимание одеяла заражены оспой соблюдать крайнюю осторожность прикасаться голыми руками запрещено требуется специальное разрешение взаимодействие с грузом без необходимости влечет за собой немедленную изоляцию груз будет продан 21 июля если одеяла будут доставлены к началу следующей недели без лишних вопросов обещаю щедрое вознаграждение зараженные с подъела были частью чего-то замысли многие из нас заболевали оспой за несколько недель до нападения но мы уже начинали выздоравливать вряд ли это совпадение сквай парис продал вашему народу одеяла зараженные оспы болезнь убивалась слишком медленно и калибрит решили напасть если это правда я убью скоро так пойдем наверх нам надо до струк попасть как наш домик вон там отлично значит мы вот здесь спускаемся и попадаем костру но прежде всего давай-ка мы почитаем дело о присутствии а тут марсе и и пью это нам пока не надо почему хэр роуз переключилась мышь в темном лесу так смотри давай поджига за джейн этим озлобленным призраком движет лишь одно месть выбрана и и независимой при жизни после смерти эта женщина стала неумолимым племя джейн страдал от эпидемии оспы джейн уже убивала и не собирается останавливаться джейн хочет убить наемник чтобы там сидя свой племя джейн собирается убить наемников с этим понятно давай теперь право от этого посмотрим синсеру он там что-то с одеялами что днем тело лючо и молодой мужчина с мягкими чертами лица хорошо образован его голос выдает усталость а тяжелое дыхание указывает на болезнь сердца по синсер перис когда-то вел дела с племенем джейн короче перис когда-то вел дела с группой наемников то есть он и с теми и с теми и в итоге по ходу чем наемникам порадался ладно выясним ну-ка давай-ка здесь посмотрим что у нас судя по всему в лавке периса водился призрак торговец попросил рада разыскать его помощницу джейн которая недавно пропала осмотрев вещи джейн изгнатели выяснили что она выслеживала групп наемников она охотилась на них у своей пламенной рощи истребляя по одному ее след привел к старому лагерю наемников на болотах на болотах изгнатели нашли призрака джейн который все еще выслеживал калибре изгнатели также узнали что перис торговал с калибре перис с калибре это он продал племени одеяла зараженные оспы наемники собирались ослабить племя чтобы забрать их землю короче вон козел за него считает целое племя погибло так что спина ну блин сейчас у меня будет висеть вот это грёбанное кольцо да значит торговец говоришь ради денег готов на все не мог знать что произойдет джейн клянусь так с этим мы потом будем разбираться а нет мы будем с этим часто выгубил меня на свободу не успел прочитать изгнатель слава богу боюсь у меня печальной вести я нашел тело джейн в топе вы должны помочь помочь нам давай-ка поговорим почему вы спасли джейн из рабства ее должны были отправить на плантацию без индию джейн заслужила такое участие да и никто заслужил я не мог этого допустить пытаешься убедить на что поступил правильно или пытаешься убедить самого себя не 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 братан твоя благородность на хрен никому сейчас не нужна почему на венокуков напали я не жаль и волна не в злобу если вы об этом почему на пенокуков напали то есть нападение не должно было случиться предполагалось что они заболеют и покинуть и земли только и всего вы доставили венокуков ареяла зараженный оспой вы их купили по дешевке и дорого продали по верже сказал вам где именно нужно продать охватчики убийцы злые духи мы заслужили муки за то что сделали вы видели дела с калибри вы соучастник истребления племени нет насчет нападения мы не договаривались после продажи одеял судьба пена куков была в руках господа не в моих как тот кто убил твоего друга иисуса ты умываешь руки и считаешь что просчет человек чести да уж но господь послал мне тебя я делал все чтобы чтобы ты обрела собственную жизнь чтобы смогла отомстить убийца настоящим убийцам я делал все что мог чтобы стереть боль прошлого твою боль не все и не сказал мне правду вы знали что одеяла заражены и продали для меня джейн чистую совесть не купишь поговорить о том чего не знаете вас там не было и вы меня оскорбляйте убирайтесь из моего дома в любом деле приходит время расчета она пришло и для вас конечно ему я выношу приговоры я тут даже как бы его оставлять не собирать если она вознесется она ему не отомстит но он мудак он за него племенец вы принесли деньги народу джей сделка не завершена вам еще нужно заплатить я это я выплатил свой долг джейн вы хотите взыскать долг нет но взыскать его нужно сделайте это не не а 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 я искренне пытался вернуть долг моя смерть это платит мои моя смерть оплатит мои счета он так а ну-ка у нас завершено жила сквайр синистер перис чувствует себя виноватым в гибели племени джейн и ищет искупление ну блин он его наш у нас не у нас и у нас она нифига не раскрыто тут смотри-ка банствующий торгов цель так это другое задание должно же доб появиться правильно здесь у нас нехватка железа и лекарства для и лекарства в лечебных телях отслеживать погоди а как мне начать отслеживать тут много задачей об задании дом задания дом задания полин личное гнездо я могу как-то его выделить чтобы она у меня отслеживалась нет могу так странствующие торговцы профессиональная тайна а где-то должен быть костер это должен быть костер неподалеку так это охотничий лагерь а нам тогда по-хорошему нету сюда то нам точно пока не надо что я не знаю блин я не знаю блин задача хроник горе и злоба но это не то вот видишь тут как были делается хрен его знает короче возможно она будет поступно нам потом какой-то дополнить от меня я не понимаю как-то работает я не понимаю получается мы его пока что до конца не выполнили ну ладно мы сейчас потом пойдем вот сюда и будем этого пойму я хрен его знаю блин ну я не вижу что профессиональная тайна хрен его знает отслеживается в лечебных целях нам нужна вот профессиональная тайна почему нельзя выбрать до отслеживать где мой дом бишь так где-то здесь же он должен ну а попробуем распределить какие-нибудь очки навыка что у нас есть как это у нас замена каждое попадание по врагу вспышкой сокращает восстановление вспышки на 10% не понял сейчас я переключение нантеи увеличивает урон от следующей манифестации на 20% а давай-ка мы это возьмем так здесь мы подожди уменьшать получаем урон на 5% за каждую манифестацию которая восстанавливается а у нас блин больше нету такой вот в эту сторону потом пойдем ладно давай на этом закончим блин час 37 ролик всем спасибо за просмотр все пока до новых встреч наконец-то а и и и и и и